МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хан Мухаммед происходил из рода ордынских наместников Крыма. Он был сыном Ичкили Хасана, брата Таштемура, и приходился двоюродным дядей будущему крымскому хану Хаджи Гираю. Поскольку среди современников и соперников Мухаммед хана был еще один хан с таким же именем, то во избежание путаницы их принято называть Улу-Мухаммед и Кучок-Мухаммед. Улу-Мухаммед был провозглашен ордынским ханом в 1419 году, когда после гибели знаменитого Беклеребека Эдиге в орде с удвоенной силой вспыхнула борьба вокруг трона. Государство, власть над которым унаследовал хан Мухаммед, уже мало походило на прежнюю могущественную Золотую Орду. Страна была изнурена войной Эдиге с сыновьями Тахтамыша. Едва Мухаммед занял трон, как против него выступил хан Барак, которого поддерживали наследники Эдиге. Барак одолел Улу Мухаммеда и изгнал его из столицы. Последовав давнему примеру Тахтамыша, Мухаммед бежал в Литву. Там он укрылся при дворе великого князя Витовта и стал ожидать, пока его соперники в сарае ослабят один другого в борьбе за трон. Не прошло и пяти лет, как подходящий момент настал. Мухаммед при содействии Витовта вернул себе престол. Вначале он занял Крым, а затем вновь овладел сараем. Возвратившись на трон, Мухаммед срочно взялся за возобновление давно прервавшихся международных контактов Золотой Орды. Он направил предложение союза в Литву, Ливонию, Турцию, Египет. Казалось бы, после тяжелых десятилетий усобиц и смуты Ордынское государство возвращается к нормальной жизни. Напротив хана уже собирал силы новый соперник – Кучук Мухаммед. Продолжение следует... Продолжение следует...